Доброе время суток, уважаемые любители вышивки! В этом видео я хочу показать вам первый отчет по вышивке пионы и дельфиниум. С этой работой я участвую в совместном проекте в Винессе под названием «Карнавал цветов». На момент вступления у меня было вышито совсем немного, ну и на сегодня тоже я не говорю, что я много вышила, но у меня есть продвижение и в вышивке, и в оформлении бэкстич. Вот на этом-то я хотела бы отдельно остановиться, но для начала расскажу вкратце про этот набор. Я хоть и рассказывала уже в видео, у меня было отдельно снято, но я когда вступала в совместный проект, подавала заявку, я размещала фотографию ВКонтакте. Видео я не снимала на вступление, набор, но по сюжету от Dimensions. Размером он будет 216 на 270 крестиков, вышивается он на конве аккаунт 14. Размер будет 39,19 на 48,99, то есть это внушительных размеров. Работа она и сама по себе, оригинал тоже от Dimensions. Это не маленькая работа, большая, но здесь, мне кажется, даже побольше. Вот. Организовала я эту работу очень просто. У меня из настольного станка, золотой руно, по-моему, назывался этот станок, я разделила и теперь прикрепляю. Могу на одну стоечку прикреплять пяльцы, на другую рамку, и вот так вот я чередую, и мне это очень нравится. Я прикрепляю к любому месту, я имею ввиду, могу к стулу, к столику, на стол, где-то в дороге, где-то, да хоть где, в общем-то, можно его при любом таком, на ровной поверхности его можно прикрепить. Вот. Я потом уже вам попозже покажу, уже сейчас не буду трогать эту рамку, а то сдвину. Начинала я вышивать эту работу с правой стороны и пошла налево. В основном здесь вышивается полукрест, вот, и светлые места вот переходят на полный крестик. И вот здесь вот, где полный крестик, тут шло оформление бэкстича. За время вступления, вот, на момент вступления, у меня, вернее, было вышла небольшая такая часть. Там есть фотографии, я вам тоже буду вставочку делать. И вот я вот за это время вышила вот этот небольшой кусочек. Да, он действительно небольшой, но он трудоемкий. Трудоемкий в каком смысле? Значит, вот бэкстич. Если сказать слово бэкстич, значит, не сказать ничего. И по сравнению с тем, как я вышиваю обереги, участвую в совместном проекте у Оксаны Деризы, обереги, там практически половина работы идет оформление бэкстич. Но там совершенно другой бэкстич. Он такой легкий какой-то там, и я получаю от него удовольствие, вот, когда я вышиваю. И узорчики там такие приятные, как-то ложатся очень хорошо, ровненько из стежочек в стежочек. Здесь же оформление это прямым стежком. Шов назад в иголку, я еще не дошла до этого бэкстича. Оформление идет пока вот прямыми стежками. Здесь оформлены цветочки. Видимо, это беленькие такие цветочки, мелкие. Вот, когда они не были оформлены бэкстичем, и даже не было заметно. Представляете, насколько бэкстич играет важную роль в вышивке? Это вообще просто вот чудо какое-то совершается, когда начинаешь оформлять это. Вроде, когда не оформлена бэком, смотришь, одна картина, которая просто какой-то единый фон. А когда начинаешь уже вот оформлять, то выразительно начинают появляться там цветочки, лепестки, веточки, листочки. Смотрите, как хорошо. Даже вот это здесь вот оформлено, уже идет оформление как бы вазочки, дно вазочки идет. Здесь не вполне эстетичный вид, конечно, видны остатки ниточек. Но это, извините, это рабочий процесс. Я уже не стала их убирать, не стала красоту наводить. Не стала, в общем, заправлять эти ниточки, потому что рабочий процесс идет. И я вошла, наверное, в легкий такой кураж. То есть мне хочется уже вышивать это. Когда вот появились вот эти цветочки и зеленые листочки, мне уже захотелось и больше увидеть результат, дальше уже идти. Хотя меня этот пугал. Пугал, конечно. Я не буду скрывать свое это. Я намного услышала, намного наслышана, в общем, от девочек, которые вышивали этот набор. Они рассказывали о своих трудностях, сложностях в этой работе. Но, тем не менее, все вышивались с желанием. Но слышала даже вот от Любовь Нижник. Да, по-моему, так фамилия. Я ее часто очень смотрю. Вот фамилию никак не могу себе. Ну, как-то, не знаю, не обращаю внимания вроде. Знаю, что Люба ее зовут. И она вот по итогам этой работы она сказала, что если даже коснется или кто-нибудь попросит там вышить второй раз эту работу. Она такими словами сказала, хай бог милый, не буду вторую работу, второй раз вышивать. Это действительно. Ну, начало пока меня не очень сильно как-то испугало все-таки вот этот сюжет увидеть в своем доме. пиона и дельфину, дельфиню. Оно меня перебаривает все, как бы я, желание мое не пропадает вышить его. Вот. Организация у меня очень простая. Тут я вот эти ниточки разместила, значит, вот в этой коробочке такой небольшой. Ну, и это я люблю смоточков вот таких, вовиночек вышивать. А вообще еще остальные все ниточки, они у меня размещены также на органайзеров, на тех родных из набора. Ну, вот я хотела сегодня вам показать вот эти свои продвижения. Я и вам их показала. Еще я пообещала вам показать, как у меня прикреплен станочек. Сейчас я вам покажу. Вот эта стоечка, она стоечка к столу. Ну, вот примерно вот так вот. Я закрепляю тут любую поверхность. Это могут быть и пяльцы. Пяльцы закрепляются и сама рамочка вот здесь вот прикручивается к этой стоечке. Вот она, пожалуйста. Я продолжаю работать. Подвигаю к себе. Я сейчас вышиваю, сижу на кресле и подвигаю, регулирую и продолжаю вышивать. Все. Спасибо большое, что были со мной. То, что я обещала, я показала вам. Продолжение следует...